Кто хоть однажды видел это Федотов Василий Григорьевич Родился 27 апреля 1919 года Уроженец села Большое Чуфарова Ныне Рамадановского района Родился в крестьянской семье Русский С 40-го года в рядах в армию Был признан в армию И служил в срочную службу И поэтому боевое крещение принял уже 23 июня 1941 года Про таких как Василий Григорьевич Федотов говорят Прошел огонь, воду и медные трубы Всю Великую Отечественную войну Насквозь Было разное Боевой путь начал в стрелковом полку в Молдавии Упорно сопротивлялись советские солдаты Но враг был сильнее Полк, в котором служил наш земляк С боями отходил перед превосходящими силами противника Кончились боеприпасы И фашисты замкнули кольцо Ему приходилось отступать Дважды попадал в плен Дважды бежал К своим И Слава Богу, благополучно И воевал, сражался дальше С 1942 года Василий Федотов вновь в действующей армии Отважный минометчик воевал на Западном, Брянском, Центральном, Белорусском фронтах Участвовал в сражении на Курской дуге Она проходила с 5 июля по 23 августа 1943 года По своим масштабам, задействованным силам и средствам Напряженности, результатам и военно-политическим последствиям Курская битва является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны В боях участвовали около 2 миллионов человек 6 тысяч танков 4 тысячи самолетов Фашисты мечтали о реванше за Сталинград и за поражение под Москвой Тотальная мобилизация Отборные генералы Лучшие солдаты и офицеры Новейшее вооружение Пушки, танки, самолеты Таков был приказ Адольфа Гитлера Подготовиться к самой важной битве И не просто одержать победу А сделать это эффектно, показательно Отомстив за все предыдущие проигранные сражения Дело престижа Операция «Цитадель» должна была вернуть гитлеровцам потерянные преимущества Ко времени начала Курской битвы Фашист был еще силен Была мощная техника Именно в Курской битве Во время Курской битвы Были использованы танки Тигр и Фердинанд С нашей стороны тоже к этому времени Появился танк модернизированный Т-34-85 Появилось САУ-152 И так далее То есть обе стороны готовы были вести Вот такую битву Не на жизнь, а на смерть И к чести нашего народа Нашего советского солдата Что в этой битве одержали победу мы 12 июля 1943 года Войска Западного и Брянского фронтов Перешли в наступление на Орловском направлении Спустя три дня свое наступление начал Центральный фронт Эта операция получила кодовое название «Кутузов» В ходе нее было нанесено крупное поражение Немецкой группе армий «Центр» Чье отступление остановилось лишь 18 августа На оборонительном рубеже Хаген, восточнее Брянска Благодаря Кутузову были освобождены города Карачев, Жиздро, Мценск, Болхов А утром 5 августа 1943 года Советские войска вошли в Орел В этот же день войска Воронежского и Степного фронтов Овладели Белгородом А затем приступили к освобождению территории Левобережной Украины Победа в Курской битве стала причиной первого победного салюта в годы войны 5 августа 1943 года в Москве он был проведен Вознаменование освобождения Орла и Белгорода Вермарк потерял на Курской дуге 30 отборных дивизий В том числе 7 танковых Свыше 500 тысяч солдат и офицеров Полторы тысячи танков Почти 4 тысячи самолетов 3 тысячи орудий После Курской битвы соотношение сил на фронте Резко изменилось в пользу Красной армии Что обеспечило ей благоприятные условия Для развертывания общего стратегического наступления В железном и кровавом меселе Курской битвы Наш земляк Василий Федотов показал себя достойно Воевал в составе расчета 82-мм миномета Это оружие в годы Великой Отечественной войны зачастую было единственным средством огневой поддержки пехоты Минометы это очень грозное оружие И с нашей стороны и с немецкой стороны По статистике 60% наших потерь В Великой Отечественной войне считается от потерь от немецких минометов Ну и к 43-му и 44-му году наши тоже научились эффективно использовать это оружие Поэтому минометчики пользовались и славой, и почетом И они здорово поддерживали наступающую пехоту С калибром отечественных минометов связана интересная история Дело в том, что все батальонные минометы иностранных армий были калибром 81 мм А советские минометы имели калибр 82 мм Солдаты говорили, что наши конструкторы сделали это специально Потому что красноармейцы могли использовать трофейные мины, а фашисты нет Знал эту особенность и Василий Федотов Он неоднократно отправлял сделанные в Германии мины по фашистским захватчикам советской родины И по воспоминаниям ветеранов, использование минометов было зачастую гораздо эффективнее артиллерийских орудий Стояло два дзота И мы не могли взять эти дзоты, не могли их подавить А они косили территорию, поле перед собой на протяжении где-то около двух километров И вот по этому полю нашим приходилось наступать А из этих дзотов косили их И мы, он рассказывал, выкатывали 45-ку на прямую наводку ночью Чтобы под утро при свете попробовать подавить эти огневые точки, эти дзоты Но, во-первых, дефицит снарядов И вот хорошо укрепленные эти дзоты Мы, говорит, расстреляем свой запас Потом на нас вызывает авиация или артиллерия, или свои минометы И нам приходилось уже отходить, а дзоты оставались А миномет может с укрытия и попасть в другое укрытие навесным огнем Вот, поэтому спастись от миномета очень трудно За умелые боевые действия под городом Сухиничи наш земляк получил первую награду Медаль за отвагу К лету 1944 года старший сержант Федотов уже командир расчета 82-мм миномета 755-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии В 1944 году, 30 июня, в районе деревни Малые Горошки В Гомельской области, это уже Белоруссия Огнем своего миномета уничтожил 5 повозок с военным имуществом Подавил огонь двух огневых точек противника Уничтожил до 10 немецких солдат и офицеров За это был представлен к награждению ордена славы третьей степени Которую я получил Прошло три месяца и наш земляк вновь отличился Это случилось во время операции по освобождению Польши Расчет под командованием сержанта Федотова Помог стрелковым ротам прорвать оборону противника В районе деревни Чесин Мазаветского уезда Под сильным артиллерийским огнем Из своего миномета уничтожил 5 огневых точек противника И до 35 немецких солдат и офицеров Этим самым дал возможность продвижения нашим стрелковым подразделениям За бой около деревни Чесин Приказом 217-й стрелковой уничтожской краснознаменной дивизии Василий Федотов был награжден орденом славы второй степени Боевые дороги нашего земляка привели его в предместе польской столицы При прорыве сильно укрепленной немецкой обороны В районе деревни Маковицы Варшавского уезда Миномет Федотова очистил дорогу нашим стрелкам Под сильным артиллерийским минометным пулеметным огнем Противника Федотов огнем своего миномета Подавил две пулеметные точки противника Которые приостановили продвижение нашей пехоты После уничтожения этих точек Наша пехота достигла траншеи противника И взяла его Противник перешел в контратаку И здесь Федотов по наступающим цепям противника Открыл точный минометный огонь И заставил вражеские цепи повернуть обратно Нанеся противнику значительные потери Здесь вот за этот подвиг Его представляет награждение орденом славы первой степени Которую он и получил Полный кавалер ордена славы Василий Григорьевич Федотов Был участником парада победы на Красной площади 24 июня 1945 года В 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков Выехал на белом коне из спадских ворот На Красную площадь Москвы После команды «Парад! Смирно!» Площадь взорвалась гулом аплодисментов Командующий парадом Константин Рокоссовский Представил Георгию Жукову рапорт А потом они вместе начали объезд войск Вслед за этим прозвучал сигнал «Слушайте все!» И военный оркестр исполнил гимн «Славься, русский народ!» Михаила Глинки После приветственной речи Жукова Был исполнен гимн Советского Союза И начался торжественный марш войск В параде приняли участие Сводные полки от каждого действовавшего В конце войны фронта А также военные академии, военные училища И части московского гарнизона В состав полков входили Герои Советского Союза, кавалеры орденов славы Прославленные снайперы И наиболее отличившиеся орденоносцы Где-то здесь, среди славных воинов-победителей И наш земляк, старшина Федотов 36 боевых знамен, наиболее отличившихся В сражениях соединений и частей Несли специально подготовленные знаменосцы С ассистентами Из Берлина также привезли Красное знамя Победы Которое было выдружено над Рейхстагом След за полками фронтов и военно-морского флота На Красную площадь вступила Сводная колонна советских воинов, которые несли Опущенные до земли 200 знамен немецко-фашистских войск Разгромленных на полях сражений Под барабанный бой эти знамена были брошены К подножию Мавзолея На всю жизнь запомнил Василий Федотов тот день В 1946 году старшина Федотов был демобилизован Вернулся на родину Жил в селе Левжа Розаевского района Работал в Министерстве внутренних дел В 1951 году уехал на Дальний Восток Жил в Приморском крае Работал в Роболовецкой артели В 1967 году вернулся домой Жил в столице Мордовии Работал рабочим опытно-производственного объединения ЕЛГА Мордовской сельскохозяйственной опытной станции Скончался 18 октября 1983 года Немало я стран перевидел Шагая с винтовкой в руке И не было горше печали Чем жить от себя вдалеке На безымянной высоте Сорок первый год потерь и страха Заревым кровавым пламенел Двух парней в растерзанных рубахах Выводили утром на расстрел Первым шел постарший, темно-русый Все при нем, и силушкой стать А за ним второй пацан без усы Слишком юный, чтобы умирать Ну азади еле поспеваясь Именила старенькая мать О пощаде немца умоляя Найн, твердил он важно Расстрелять Нет, она просила Пожалейте Отмените казнь моих детей А взамен меня Меня убейте Но в живых оставьте сыновей И ответил офицер ей чинно Ладно, матка, одного спасай А другого расстреляем, сына Кто тебе милее? Выбирай Как смертельной этой круговерти Ей сберечь Кого-нибудь суметь Если первенца спасет от смерти То последыш Обречен на смерть Зарыдала мать Запричитала Вглядываясь в лица сыновей Будто бы и вправду выбирала Кто роднее Кто дороже ей Взгляд туда-сюда переводила О, не пожилайший врагу Мук таких Сынов перекрестила И призналась фрицу Не могу Ну, а тот стоял Не пробиваем С наслаждением Нюхая цветы Помни Одного мы убиваем А другого Убиваешь ты Старший виноват Улыбаясь Младшего Груди своей прижал Брат, спасайся Ну, а я останусь Я пожил А ты не начинал Отозвался младший Нет, братишка Ты спасайся Что тут выбирать У тебя жена И ребятишки Я не жил Не стоит начинать Тут учтиво Немец Молвил Битте Отодвинул Плачущую мать Отошел подальше Деловито И махнул Перчаткой Расстрелять Ахнули Два выстрела И птицы Разлетелись Дробно в небеса Мать Разжала Мокрые ресницы На детей Глядит Во все глаза А они Обнявшись Как и прежде Спят Свинцовым Беспробудным Сном Две кровинки Две ее надежды Два крыла Пошедшие на слом Мать Безмолвно Сердцем Каменеет Уж не жить Сыночком Не цвести Дура Матка Поучает Немец Одного Могла бы Хоть спасти А она Баюка Их тихо Вытирала С губ Сыновьих Кровь Вот такой Убийственно Великой Может быть У матери Любовь На безымянной высоте Те Субтитры Мне кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Летит, летит по небу клим усталый Летит в тумане на исходе дня И в том строю есть промежуток мало Быть может это место для меня Настанет день из журавлиной стаи Я поплыву в такой же сизой мгле Из-под небес по птичьи окликаю Всех вас, кого оставил на земле Мне кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok